Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня мы с сыночком, с моим старшим, едем по магазинам. Так что я вас возьму с собой. Младший у меня остается с моей мамой. Вот, так что поехали! Куда мы едем? Магазин. Сначала на заправку, а потом в магазин. Да. Сейчас идем в спортмастер покупать спортивный костюм. Скажи. Уже заправились там? Нам дяденька заправил. Да. Все, идем. Да. Спортмастер. Как всегда мы здесь. Какие тебе штаны-то? Не знаю. Там ячеки есть маленькие. Плавки. Угу. Нравится? Да. Вернись. Такима красотой. Ну, костюм был мерить. Какой костюм? Синенький? Кажется, темушка. Маловатые штаны. Нормальные. Нет, нормальные. Нормальные. Точно? Тебе нравится? Мяу. Нормальные. Симпатичные, да? Классные купальнички, да? Классные. Кстати, на них скидка 50%. Мама пришла шлепки смотреть. Здесь скидка 30%. 600 рублей. Тут мне нравится, но мне очень похоже только черный. Купальничка. Он стоит 2,5 тысячи. И нашла этот классный мешок для мокрых вещей. Купальничка стоит 399 рублей для тех, кто ходит в бассейн. Кажется, прикольно. Это что такое? Это для купальника. Мешок для мокрых вещей тоже. Это что такое? Мешки. Для чего? Не знаю. Козелые? Ну. А эти 800 рублей стоят? Да. Для бассейна. Они велики. Не боюсь. Так вы возьмите розынки. Ну, такие дорогие. Никаких нету. Недавно. Портивный костюм. Красивый. Розовенька, как мама любит. Да? Да. Угу. Что-то со шлепками беда. Что-то. 10 рублей. Тысяча рублей. Своя футболочка. вот мои зайки любимые от это что это такое вот здесь боевой танк собирать боевой там мои зала очки сладенькие такой зайка стоит мой любимый зайка малышка это другая серия зайник у меня то вот такие зайки мордочка это другая это другие зайки другая фирма зайки 850 рублей такая маленькая девочка тоже 850 все дорого да да не дешево вот такой но это другая серия зайничка еще нам надо в ладу купить краски и пластилина просим для начала пенал желательно содержим просто пенал без содержимого давай давай себе пенал смотри какой симпатичный скотом берем куда такой маленький а тут нет кстати почему-то пеналов с наполнителя ну уже который готов очень симпатичный косметичный смотри очень симпатичная косметичка 126 рублей но она как из кожзама вот почек такая мягенькая прикольная здесь маленький и здесь маленький вот маленький ваш ребенок на стенке размазан в пластилина вот такая сойдет ну такой совсем маленький да вот такую хотя бы 10 вот сколько она стоит 100 рублей ну давай возьмем здесь еще такой маленький а здесь рядом есть красный набор красивый ну и краски нужно вот предатель брата предатель брата да ну а что ничто я предатель у тебя 142 рублей футбольные ну вот смотри какие ненадолго хватит даже с золотенькими есть давай такие возьмем давай выберем тик тик пошли еще кисточки ему надо деть да слез слез цвета разные здесь вот такие вот такой набор разных берем такой набор разных еще надо бумагу взять такой же ежедневник как косметичка прикольно здесь здесь еще есть тетрадки красота да не тетрадки сын ну что мы все купили да молодцы осталось тетрадки да осталось тетрадки за продуктами и мне игрушку какую тебе игрушку какая там будет ужасно приехали мы с Живленкой выбираем тетрадки да да вот что у меня что это такое блокнотик блокнотик у меня красный два фразы два флага России давай футбольные и разных флагов такие так это не разные флаги это одно и то же давай возьмем футбольную давай возьмем вот эту еще берем вот эту все можно было взять можно было взять давай возьмем разные вот эти нет все ну что можно еще взять потому что они все все время теряются можно два вот три вот такого наборчика Крышка. Приехали. Идёшь? Так? Вот так. Дальше. Задим. У нас все эти нгубы. Да? Даааа. Закупились, да? Закупились, 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 закупились. Что пошли на кассу? И я. Ты же у меня помощник. И я, и я. Давай. Вот моя умничка какая. Да? Только аккуратнее, не сбей никого, Лёва. Закупились и кушаем булочки. Да. Сынулька у меня с сосиской ест, а я такую. Я уже одну съел. Да, потому что мы жутко голодные. Да? Время уже пятый час и едем домой наконец-таки. Уже вечером. Да, зато все купили. Мы молодцы. Вообще, приехали мы уже с сынулькой домой. Сейчас покажу вам то, что купили. И вот такая у нас получается форма на физкультуру. Вот такая футболочка марки Demix. Очень сыночку понравился. 152 размер, но они маломерки. Это 100%. То, что даже по длине они коротенькие. 399 рублей. Вот такая, знаете, именно спортивная футболочка, то есть не хлопковая. И вот такие вот взяли хлопковые штанишки обычные. Вот те, которые в примерочной мы мерили, мы взяли все на размер больше. Вот. Но здесь, не знаю, по длине немножко длинноватые, те были коротковатые. И на попу сели. Это хлопковые. Размер 140, у нас 699 рублей. Ну, не знаю, как насчет хлопковых. Я бы взяла бы вот из подобной ткани, чтобы не мялось. Ну, ладно, взяли хлопковые. Потом уже по факту разберемся. Также мы взяли вот такой мешок для того, чтобы складывать сюда физкультуру. Здесь идет карман отдельный для обуви, я так понимаю, или для чего-то. Ну, обычно такой большой мешок. Но я просто уверена, что мой сынок сюда ничего не будет складывать. Сюда я планирую ему класть чистые носочки. Ну, в общем, они там все были в одну стоимость. 399 рублей. И вот, естественно, нам понравилось черное, как по-другому. Вот, поэтому мы взяли вот с таким кармашком. Не знаю, может пригодится кармашек. И также я взяла сыночку носочки. Вот такие взяли 35-38. Вот, у нас ножка большая, у нас где-то 34 размер. Поэтому подумала, что такие носочки будут как раз-таки нормально. К ноге приложила нормально. Вот, стоили они 399 рублей, такие коротенькие. Будет на физкультуру тоже. Это к физкультуре. Мужу тоже взяла точно такие же. Он у меня ходит в спортзал. Вот у него один в один такие. Наверное, такие. Вот тоже, потому что там какие-то у него порвались, какие-то потерялись. 43-46 размер у него и 399 рублей. И себе я взяла вот такие носочки. У меня 39 размер ноги. Тоже 399 рублей. Две пары. У меня такая черно-розовая форма. Ну, думаю, подойдет. Тоже заниматься в спортзале. Я себе взяла именно, видите, такие дышащие, которые вот плотно облегают. Я люблю такие носочки. Ну и взяли канцелярию. Я вообще хотела взять пенал уже с наполнением. Но в буквоеде не было. У нас в буквоеде была карточка. Это мы уже давали на работе. На 1000 рублей номиналом. Вот. Как бы в поддержку школьников. Скажем так. Но на 1000 рублей, конечно, он не разгуляет. Что? И вот мой сыночек выбрал вот такой пенал. В принципе, я не против. Я сюда уже все сложила. Я не знаю, что пригодится, что не пригодится. Вот взяла ему две резинки. Потому что знаю, что они теряются. Точилка. Всякие ручки разные он набрал. Разные карандашики. Вот эти, кстати, в ленте мы купили. Линеечку. В общем. В общем, не знаю. На самом деле, я с канцелярией там очень растерялась. Не знаю, что пригодится, что не пригодится. Ну, в общем, взяли карандашики. Взяли. Это вот такой дневник. Девочки, боже, какие там красивые дневники. Я вообще... Где мои школьные годы? Я вот там вообще не знаю. Просто супер. Вот этот дневник стоил 250 рублей. Обертку сняла, чтобы посмотреть внутри. В общем, такой тоже мальчишечный. Не знаю, пригодится дневник в этом году или нет. Но в любом случае, в следующем году, я думаю, нам точно пригодится. Вот. Взяла, чтобы потом уже не бегать, не искать. Тут упражнения всякие, в общем. Вот. Ну, и уже в ленте мы набрали тетрадок. Вот такие, кстати, они достаточно недорогие. Там цены показывала уже. Не помню, сколько стоит. Одну взяли. На самом деле, взяли больше тетрадок. Но часть забрал мой младший ребеночек. Ему тоже захотелось тетрадки. В общем, взяли вот такую клетку большую. Ну, и тут вот в линейку клетку. Не знаю, что пригодится. В общем, у меня сам выбирал. В общем, моему сыну нравится, как видите, зеленый или черный цвет. В общем, вот такие. На самом деле, тетрадочки тоже очень красивые. Посмотрите, какая красивая. Мне безумно понравилась вот эта тетрадка. Это, наверное, я больше взяла, чем ребенок. Вот такие, такие. Тут, в общем, разные. С собачкой тоже почему-то решил взять. Странно на него. Это, на самом деле, не похоже. Может, уже просто настолько устал, что готов взять все, что угодно и уйти. Еще, кстати, вот буквоедель взяла обложки для учебников цитровых дневников. Ну, вот такие. Я не знаю, какие у нас учебники. Я не помню, если честно. Но взяла. Не знаю, они пригодятся. Не знаю, по-моему, стандартам тогда. И еще взяла вот эту замазку. Не знаю, зачем. Но я помню, что в школе она мне была нужна и себе. Я взяла вот такую ручку с фламинго. У меня, помните, я показывала вам записная книжка. Ну, где я записываю там свои всякие. Она с фламинго. И, в общем, такая вот няшная ручка. Правда, стоит она 100 рублей, по-моему, или 100 с чем-то. Тоже не помню. Вот. И также хочу показать. Мы зашли в магазинчик. Там у нас с лаками. И я взяла на пробу себе лаки ТНЛ. Я взяла себе базу гелевую. Потому что моя... Ну, не знаю. Мне не нравится вообще. Потому что, видите, у меня даже не успела еще сильно отрасти. И начали уже вот... Наверное, не видно. Пошли сколы у меня. И, в общем, не очень хорошо держится моя база-то. В общем, решила попробовать ТНЛ. Если это не подойдет, то я возьму вот Коди. Это 100%. И взяла два вот таких оттенка. Я потом вам в каком-нибудь следующем влоге обязательно покажу, как они выглядят именно на ромашке. Сейчас просто покажу. Потому что уже нет сил сегодня заниматься ногтями. В общем, один вот такой зеленый-черный. Это магнитный лак. Ну, я не знаю, как он. Кошачий глаз правильно называется, да? Вот такой. Взяла тоже магнитик до него. Вот этот лак выбрал мой ребенок. Он сказал, мама, такой красивый. Возьми, возьми его себе. Ну, в общем, взяла. Не знаю. Я, на самом деле, не любитель сини-зеленых. Но думаю, блин, раз ребенку так понравилось, надо брать. Так от марки TNL. И второй вот уже... Второй лак. Это уже был мой выбор. Вот такой вот красивый. То есть, его можно так нанести. Можно с магнитом. Можно без магнита. В общем, я думаю, кто любит лаковую тему, тот знает. В общем, буду себе делать маникюр. Так что, вот такие вот у нас покупки к школе. Вот такие вот у нас были покупки. Продукты я уже, честно, не стала показывать. Потому что мы быстренько все разложили. И все уже. Ну, там такого ничего тоже интересного. Мясо, овощи, фрукты. Все как обычно. Ну, и там вкусняшки, естественно, тоже, конечно же, были. Вот. Съела я в машине булочку вам показала. Потому что мы с ребенком, на самом деле, просто что-то так устали вообще. Я не знаю. Хотя я такой человек, который боевой к шоппингу. Но что-то мне вообще просто никакая. И, кстати, сынок мой тоже. Все растрепанное. Думаю, вы меня извините. Вот. Так что, вот такие вот у нас покупки. Все остальное, канцелярию, все, что необходимо будет, я думаю, уже скажут в школе. И я быстренько схожу, докуплю. Там школа как раз у нас недалеко от торгового центра. Так что, с этим, я думаю, будет все нормально. Ну, карандаши еще купила. Они там. Краски младшему купила. Пластилин младшему купила. В общем, много еще что. Но там младший уже сидит, играется. Все уже разобрали, как всегда. И, кстати, еще заехали с сыном мы на заправку. И вот к вопросу для тех, кто вот боится ездить. На самом деле, я не так сильно боюсь парковку. Я не боюсь особо ездить. Сейчас вообще я стала более... Ну, то есть, страха сейчас как такового у меня вообще нету. Но я, первое, жутко боюсь гаишников. То есть, вот когда я еду и вижу, что они где-то стоят, меня останавливали только один раз. У меня прям такой, знаете, вот внутренний какой-то мандраж, как будто бы я вот, я не знаю, что какое-то преступление совершила. И вот они меня сейчас остановят, что-то у меня начнут спрашивать. Я ничего не знаю. В общем, такое, знаете, у меня прям... Мимо них всегда проезжаю. И второй момент, который вот до сих пор для меня вот какой-то, я не знаю, такой... Это заправка. Там нет ничего сложного. Более того, там всегда есть мальчик, который, ну, мальчик-мужчина, да, вот кто помогает, кто подходит и предлагает помощь. Я ему всегда, кстати, даю чаевые, там, мелкую денежку, которая у меня есть. Но заправка для меня это что-то дикое вообще. Я все время на ней теряюсь. Я не знаю, куда смотреть, какая колонка, куда вообще идти и так далее. Я обычно пристаю к этим мальчикам, начинаю у них что-то спрашивать. У меня, кстати, однажды была такая история, хочу рассказать. Я на заправке поехала первый раз в жизни заправляться до этого. Мне чаще всего заправляет машину муж. Ну, в общем, я поехала. Первый раз заехала на заправку вообще с горем пополам. Чисто случайно получилось, что заехала там, где у меня бак. У меня бак, получается, с этой стороны, с левой. Приехала, а мне муж говорил, что вот здесь вот у тебя открывается бензобак. Я показывал кнопочку. Бензобак открывается с салона изнутри. В общем, я подъехала. Значит, говорю этому мальчику, мне полный бак, заправьте, пожалуйста. Думаю, чтобы вот мне потом не заезжать уже. Он мне говорит, откройте бензобак. Все, ступор. Что там муж говорил мне? В одно ухо влетело и с другого вылетело, называется. Я, короче, давай искать эту кнопку. Помню, что вот она прямо на ней что-то такое должно было быть нарисовано. Короче, искала, искала эту кнопку. В итоге открыла капот. Бензобак тоже открыла. Пошла, в общем, оплатила бензин и прошу этого мальчика. Я говорю, там парень молодой был, совсем такой молоденький-молоденький. Я говорю, закройте мне, пожалуйста, капот. Я не умею. Он, короче, начал закрывать мне этот капот. В общем, у него тоже ничего не получалось. Там тоже какая-то система из серии, там какую-то кнопочку где-то нужно нажать. Там, что называется, десять раз помолиться, тридцать раз перекреститься, в общем, чтобы закрыть этот капот. Короче, он мне его в итоге так и не закрыл. Ну ладно, я до дома доехала нормально, крышка у меня не открылась. Но все равно. И тоже первый раз, когда приехала, я к этому мальчику, а куда мне идти, что мне делать? Знаете, так на самом деле смешно. Но я тогда перетрусила просто. Вот меня прямо вот так вот в этой заправке трясло. И сейчас тоже доехали на заправку. Чтобы вы понимали, я последний раз была на заправке осенью прошлого года. Все это время я обычно так у меня получалось подгадывалась, что у меня к выходным уже там подзаканчивался бензин, то есть оставалось там, не знаю, на 40-50 километров. И муж у меня ехал там, заезжал тут до ближайшей заправки, заправлял и привозил ее обратно в машину. А тут у меня получается, что мне надо поехать по магазинам. У меня уже бензин там уже пикает. Думаю, надо заехать. В общем, кошмар. Опять у меня все вот так вот. Да, заправка. Боже мой, что-то страшное. На самом деле, вот смех смехом уже получается я два с половиной года, да, я права получила где-то в начале марта. И все равно вот у меня такая реакция на заправки. Я как только думала, что мне надо заехать на заправку, все, у меня какой-то мандраж. И как только вижу гаишников, все, у меня какой-то прямо... Не останавливайте меня, пожалуйста. И причем меня первый раз остановили гаишники, когда где-то вот буквально весной этого года. То есть я два года ездила, меня ни разу не останавливали. А тут меня остановили. Я помню, поехала тоже в ленту за продуктами. Меня остановили. Я даже не слышала, что он мне говорит. Я просто ему протянула вот... Ну, у меня вот документы в такой обложке, да, такой, там все-все-все сложены. Может, сложил туда все, что нужно. Я ему так протягиваю, такими глазами протянула. А он мне что-то говорит. Я такая, что, что, что? У меня там счастливого пути. И я поехала дальше, думаю, блин, там... В общем... В общем, кошмар, девочки. И на самом деле уже приехала в магазин вообще. Забыла напрочь, что мне нужно было купить. Там, в общем, приехала до магазина, села и, наверное, минут пять просто сидела в машине и отходила. Так что вот так вот. Это у меня две такие фобии. Заправка и гаишники. Так что вот так вот. Ну, на сегодня я буду заканчивать свой влог. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте пальчики вверх, если понравилось. Пальчики вниз, если мне понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok